Убивают, если те убивали, я уж не знаю, по определенной форме черепа или носа, по определенному устройству гортани, по определенному размеру мозга, то эти убивают за неприятие двухцветного флага, за щеневмерлу, за собственный родной язык. Каждому нацизму предшествует своя история. Почему он выходит наружу? Почему? Там, где ослаблено государство, там, где люди не верят, там, где появляются какие-то сильные личности. Здесь, в Украине, да, мы были ослаблены, но каких-то таких сильных личностей не приходило. Это чисто влияние иностранных каких-то агентов, именно для того, чтобы помешать Российской Федерации развиваться, менять какую-то геополитику. И Донбасс стал разделительным барьером между Европой и Евразией. Для того, чтобы беспокоить, постоянно, скажем так, не давать возможности действительно двигаться вперед Российской Федерации. И менять влияние США в мире на что-то другое. Вот буквально вчера была опубликована на одном из сайтов фотография «Мы вернемся». Мы вернемся. Конечно, мы вернемся. Хотелось бы вернуться так хорошо. Им хотелось бы вернуться. Им хотелось бы сюда вернуться. Украине? Да. А, нет. Безусловно, нет. Мы вернемся. Заберем то, что принадлежит нам. И так и будет. Проект «Не забудь, не простим» своей основной целью считает, прежде всего, идеологическую поддержку нашего населения, наших людей. Мы должны все время говорить о том, что никто не забудет и ничто не будет запрощено. Это основной упор нашего проекта. Те, кто здесь был, я думаю, он никогда не забудет этого. И кто возвращается, мы должны это рассказывать, показывать, для того, чтобы люди ценили ту возможность, которую они сейчас имеют для проживания именно на территории Луганской Народной Республики. Ведь действительно, возврата Украины, даже мысли об этом не должно быть, потому что даже тяжело представить себе, что было бы, если бы мы действительно не пригласовали на референдуме 11 мая. Кто бы сейчас нами правил? Как в Одессе, в Саакашвиле? И что было бы? Что было бы с нашим населением? Мы продолжали бы хотеть разговаривать на русском языке, продолжать жить по тем заветам, которые нам наши деды оставили, победители Великой Отечественной. Поэтому самое главное – это единство и настрой на то, чтобы будет все хорошо. И в Украине жить сейчас очень неудобно. Неудобно даже потому, что, например, я не хочу, чтобы мой сын воспитывался по той программе учебной, которую сейчас транслирует Украинское министерство образования. Мне не хочется, чтобы мой сын считал Степана Бандеру и других украинских нацистов героями. Мне важно, чтобы он воспринимал мир через ту призму, которую я воспринимаю. А я ее воспринимаю через, опять же, идеи. Не русского мира пускай, но того быта, который здесь был всегда. Почему не русского мира? Главное, чтобы воспринимать как русский мир. Как русский мир. То есть ту историю, которую мы здесь действительно на территории, мы знаем, мы видели. И наши деды действительно передавали это из поколения в поколение. Это очень важно. Вы понимаете, вы оптимисты, и меня смущает один момент, но очень существенный. Когда приехал сюда, в город Луганск, первый гуманитарный конвой, и раздавалась гуманитарная помощь, то здесь луганчан было 182 тысячи. Уж во всяком случае 182 тысячи людей обратились за гуманитарной помощью. Сейчас больше 400. И вот я читаю социальные сети. Один приезжает в Киеве, все в это время пробыл, говорит, в принципе, неплохо, но бедно. Я пару месяцев побуду, и поеду обратно в Киев. Другой приезжает, говорит, ну что мне тут за работу предложили, 2800. Не, я в свою Полтаву скорее поеду. Но такие люди возвращаются, и вот они помнят, и не прощать не будут. Есть песня, которая сейчас позиционируется как гимн ЛНР. Там есть строчка о том, что для тех, кто достоин здесь жить. Вот давайте отталкиваться от этой фразы. Не хочется говорить о тех людях, которые не ценят, не знают и не понимают всего того, за что мы боролись здесь, и какую цену мы за это заплатили. И почему так? И что было бы, если бы этого не было? Поэтому для тех, кто достоин здесь жить, я, как бы, да, пожелание действительно и просьба участвовать просто вот в общественной жизни. Не замыкаться. Я понимаю, что очень тяжелые времена. Я думаю, что пройдет время, пойдет все на лад. Но, я же говорю, должен быть настрой. Должна быть общая, единая идеология и вера в будущее просто-напросто. Идеология какая? Диалогия борьбы с нацизмом. Отвержение всех тех идеологий, которые, как бы, да, нам навязывала Украина на сегодняшний момент. Бороться это смело, а вот неприятие это будет. Нет, мы должны жить, как мы жили раньше. У нас были великолепные традиции, великолепные истории. Именно на Луганской земле. Я думаю, что ничего у нас такого не было, чтобы сейчас надо им это изменять. Только теперь мы получили действительно шанс показать, что мы достойны еще и, как бы, да, действительно самостоятельности в плане даже государственного строительства. И что у нас все получится. Последний вопрос получится или нет? Я думаю, что да. Это точка нашей программы. У нас в гостях была кандидат юридических наук, доцент, руководитель проекта «Не забудем, не простим» Анна Сорохко. Спасибо вам, спасибо нашим зрителям за внимание. Мы обязательно увидимся на нашем канале.